Переводчик. О, нет, говорите сразу. Вопрос задавайте сразу, напрямую. Я не буду переводить. Переводить не будешь? Сразу, напрямую. Пускай задают. Я не разбираю слова. Ну, поближе подойду. Ничего страшного. Поближе на ухо, и всё нормально будет. Переводить не надо. Передача информации правила искажаются. Фотография у вас там есть. Вы стоите и скелет. И кто? Скелет. Какой телес? Скелет. 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 Скелет стоит. И молитесь. Ну, вот смысл, какой вы заложили? Смысл. И что означает это? Да. Очень даже просто. Помни, говорит, о смерти. Я в объект не согрешишь. Господи, положи на сердце, чтобы я помнил. Каждый час, не день. Последний может быть. И то, что мне сегодня одеть, накормить, превратиться в скелет. Это вот здесь у вас на колесе. Там где-то. Да, да, да. Это очень хорошее. Если мы будем находиться только на красивом и не думать о смерти, мы погибнем. А когда вспоминаем, а это моя участь. И когда весь мир завоюешь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою? Сейчас вот на кладбище, там родители, мать, бабушка. Откопай, что там? Ну, понятно. Там ничего нет. Вот только так. Я считаю, это живая проповедь. Это я стою рядом. Второй. И этот второй, он более тщательно будет подходить к тому, что... А мы даже здесь вот не думаем. Конкретно вот сегодня. Занятия во сколько? Я не ухожу, пока все не выйдут. Объявили, Лены нету. Да и время-то только начинается сейчас. Почти... Ну, сейчас 40 больше. Согласны? Все согласны. Все. Человек у нас один готовится. У нас план. Мы думаем, сегодня поедем на велосипедах. Доедем до Андрияшина. И там, где пруд на Андрияшином лову, обойдем. Там у нас стоило было. В обед стояли. А когда прошел сейчас дождь, там идти нельзя солонцы. На солонцы ни одна машина не пройдет. Она просто кисель вот этот войдет. Мы решили по-другому. Мы сейчас едем сразу на Карену, потому что сегодня у нас Виталий выезжает. Мы оставим это до которого. И оттуда, вдоль линии, идем мимо пруда, который здесь был там. И я говорю, заряди приборы. Я вам дам материал, он хорошо разбирается. Вот их составить. Ну, как ролики сказать, маленькие кино. Мы остановимся там, где мы пасли. Я покажу ямы, которые заросли. На которых я получил уроки жизни. Отец говорит, кто это были люди. Как они жили. А у меня воображение, тогда уже было двери. А там яма одна, заросшая травой. Я представляю, как гуси, голгощик, лошади. Репкинский пруд. Пруд там, рыба была. Теперь-то что там все это промыто? Я хочу остановиться. Все это рассказать. Кроме этого, если дальше смотреть. От этого лога еще лозбинка маленькая. Это я не разбирался. Отец разбирался. Надо, мы же пасем, надо где-то воды брать. И отец копал колодец с одной рукой. И он копал его, ну не знаю, вот такой ширины, наверное, так. И одной рукой, как он мог, чашка, помню, это железная чашка. У меня одни ноги торчат только вниз головой. И он вычерпывает, а я здесь чашку беру. Как он вылазить будет с одной рукой. Это все покажу. И там росло два, кажется, дерева. Мы на дереве еще там имена написали. А теперь об этих, которые жили люди, как их раскулачили. Ну, пришли, арестовали. Потеряемка лишилась семь самых трудолюбивых. И когда Черчилль спросил, или Рузверт Сталина, когда были в Тегеране, а во что обошлась эта перестройка, коллективизация называлась. Он растопылил, говорит, свои пальцы, десять. Я потом нашел, 12 миллионов погубили. 12 миллионов самых лучших тружеников. Они ничего не делали, только были не как другие. У него лобогрейка была, по сегодняшему комбайн. Ну, что бы можно было по тем временам. Или вот, допустим, Потеряевы, Рыжковский пруд, Рыжковы. Тоже все пошли. Вот мы Симаковцы строим, Симакова. И они смотрели, это мы тут бульдозер наняли, он ходит. А это вручную им все делалось. Какая была рыба там огромная, какие люди. Отец все рассказывает, а я сзади сижу и плащу. Он меня не видит. Отец переходил в меня. Ну, я уже большой был, уже шестой год был. Вот он формировал мою личность. Я видел эти люди, которые приходили брать нашу мать. Ее голос сохранился, моя мама. Пришли, забрали коров. Вчера доилоты, заходила, сегодня пришла. Там пришли, которые не работали. Лодыри такие, бомжи. И они, ты их знаешь, они в деревне тут такие. И в этой деревне эти же самые люди, которым добро делали, подкармливали, они пришли и забирают все. А теперь все советы вызвали. Пойдем, будем добивать, чтобы коровы вернули. А им сказали, тут сначала надо расписать. Они считать не умеют, а расписать. У него вот крестик ставили. А там написано, корову я отдала добровольно. А они говорят, мы написали, что мы вас отпустили. Их арестовали, там ночевали. Она говорит, я одного еще пнула там. И вот это все, мать, мать, голос ее сохранился. Мой брат Самуил, он все это записал. Вот представь всю эту картину. И по всей стране, перед этим, по стране Сталин проехал. Узнать, как люди идут за советской властью. Не идут. А как взять у них? Продразвездка. Наложить налог. Потом советская властью так и будет делать. Корова одна, сколько литров даешь? Допустим, 270 литров сдать. И мы молоко носили, я помню. Покажу, где ямки здесь были. Это холодильники. Молоканка называлась. А там сепаратор был. Сепаратор руками надо крутить. Сепаратор огромный такой. И сливки увозили в район. А нам давали обратно. А отец инвалид войны. С нами бабушка живет. Мамина мама. Три сына у них на шейнофронт не вернулись. И в семье 10 детей. Ну, хоть какая-то льгота. Такому можно дать? Никакой. До конца все забирали. Вот гуси есть. А сколько гусят будут все наши? Ну, 4 гусенка. У нас до 12 гусят было. И до осени все живые. Осенью приехали, все забрали. Это мы все. Я все это видел. И что надо было делать? Я вырасту, я не матомщил. Вот тут я формировался. Говорят, кем хотел быть? По сегодняшним рассуждениям террористом. Я умру, но за этих гадов уничтожу. Что они делали? И кого брали? Я их... Вот она приезжала... Вы не захватили? Здесь она была Потеряева. Баба Медохия. Она Потеряева вышла за Рыжкова. А вот за Рыжков. А она по девичеству-то Потеряева. Основатели потеряете. И вот все. Тебя из дома вытаркнули. Ты только построил, тебя вытаркнули. И зимой... А морозы были не такие. 45 градусов. А ребенок грудной. Она его качает. Ну, разрешите. Уже дом не ваш. Уже конфлистован. И ребенок замерзает у нее на руках. А потом отец... А отца кто-то там был. Я не знаю кто. И он тоже возил куда-то в Шалаболиху. А там опь рядом. И везти людей надо туда. И везут. Ты ничего не сделаешь. Тебе приказали. Везет. А сколько дорога замерзла. Туда привезли. Вывалили. Ни инструмента, ничего нет. Это штабелями люди. Это... Это какой Гитлер делал-то это? Гитлер не делал коллективизации. Наоборот, помогал только. Это сатана вылез из своя влоговище. Вот что это такое. И поэтому... Если вот... Бога нету, то только одно. Пусть я умру, но хоть одного тащу. А если Бог есть, я думаю об этом скелете. Господь попустил. Бога не искали. Храма не было. А храм был в Корчино. И они туда ходили. Босиком. А сапоги на плече несли. Сапогулись, отстояли. Наоборот делалось. Где... Бог там... Сними обувь твою, а у нас только надели обувь твою. И рядом у них там как пруд был. Я учился в Корчино, я знаю. Сделали как клуб. А он деревянный. Как горело там снимок снятый даже. А мы залазили туда на колокольню. А у колокольни там, чтобы звук попадал в комнату. И мы оттуда кино смотрели. Один раз я там чуть не оборвался. Кино. Охота смотреть. Вот все так вот было. Так что тут кровью полито все. И какой выход? Выход только один. Сознайся, что мы заслужили это. Но это уже, когда мы Библию читаем, по делам нашим Бог дал. Это такой разговор. Там был до этого мартирии. Правитель хороший. Народ его выбрал. Жена, дети. А в это время в войсках ФОК, отзвать его полковник, поднял путь и захватил власть. И его сразу арестовал бывшего вчерашнего царя. И расстрелял жену и детей. Точно как в России было. Ну и такие налоги наложил. Не откупиться. Вот только отдали, допустим, зерно сколько. А на завтра новое накладывают. Ну сколько давать, пока не разоришься. И он молился праведнее. Господи, за что ты дал такого правителя? Это даже не зверь. Это сатана. И вдруг Бог заговорил. Я долго искал, кого бы вам дать за ваши дела. Но хуже не нашлось. И Бога не искушай, не спрашивай. Бог знает подробности, какие вы были. Это нас туда обратите. Он нужен на это место. Вот он сейчас пакости делает, материт там, поджигает. Это Господь допустил его. У него путь такой. А нас через это он подвигает к райским обителям. Вот только Библия дает ответ. Конечный, окончательный. Те, которые делают, а не враги. Но люби врага твоего. Моли за него. Может быть, обратиться. И это я все слышал. И сегодня я хочу, вот, Виталию, все рассказать, показать. Там в эти ямки зайти. Пруд этот увидим. А потом дойдем, куда хотели идти. Где в обед стоило было. Коровы придут, отдыхают. Отец там сделали из пластов земли. Балаганчик маленький, низенький такой. А мы в это время купаемся. Вот сегодня мы хотим это сделать. Поехать. Так, все у нас.